Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 854. Эпиграф. Первое послание апостола Иоанна 2.19. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что они все наши. А те, которые считают еретики, они точно так же. Вот не наши, значит. Но все пользуются этим. Православные говорят, католики от нас отделились. А католики говорят, нет, это православные от нас отделились. Дальше. За 18 апреля 1918 года. Усатая Наталья. Она, к сожалению, вышла замуж. Одна из девочек ее оклеветала отчима педофилии. И через год только призналась, что наговорила на него. Это о Данииле Сысоеве говорится. Сейчас не знаю, сидит ли ее отчим. А с педофилами не в столь отдаленных местах известно, что делают. Я о семье Даниила Сысоева. Антон П. Хотелось бы услышать ваше мнение, а может и более развернутое во свете Писание. Верно ли будет для христианина понимание, что из двух зол выбирать меньшее зло? Речь идет о выборе между двумя вариантами. И оба, получается, приводят ко злу. Но один из них в меньшей степени. Ну, это мирское. Такого не может быть. Если зло, значит, не делать, а то отойти и вообще не касаться. Выбирай зло. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Господь Бог не дает нам выбора во зле. Вот я должен встать рано сегодня, второй час начался, и вот это отвечать. А предлагает только путь света, добра, святости. Но никак не зла. Предлагает выбор между трех видов наказания за наше недостоинство. Конкретно покажите не менее пяти случаев, когда христианину предлагается выбор большего и меньшего зла. Без выбора чистоты и истины. Ну, то есть нигде нет такого. Просто нету. Ну, вот они придумывают такое. Там где-то на поезд идет, может быть, крушение. А там ребенок твой остался, надо там захватить. Так ты пожертвуешь своим ребенком. Ну, выдуманное такое. Твое дело спасать ребенка. Своего. Наталья, вот как печально, когда дети восстают против матери, печально к чему это приводит. Может, и будет прозрение, все-таки отец не на том свете, мученик. Не на том или на том? Все-таки отец на том свете, мученик. Это опять же говорится про Данила Сысоева. Господь знает, как привести души к покаянию. Ужас, на что похоже. Ксения Юрова. Ну, пока Виктор Андреевич не звонит. Мы молились, молимся. Дмитрий Б. Добрый день, Игнатий Тихонович. Номер счета карты. Это актуальные данные? Актуальные, непонятно как. Ну, я написал, послал. Я не пойму, то ли книги он выписывает, то ли и что. Игнатий Лапкин. Вы когда-то свели нас с одним из авторов этого пасквиля и беспросветной поповской патриархийной лжи. Это я одному пишу человеку. И он просил, чтобы друг друга никак не упоминать. Я так понял. Ему тогда я ни наивоту не поверил в искренность его раскаяния. То есть он кривлялся, все. Я не говорю, где и кто, так было. И за последующее время я ни разу, даже дома, не называл этого человека по фамилии, имени. А он, как сдержал ли свое слово, судя по дате ролика, этого не удалось. Вот так. И в английский час... Ну, тут где-то там, кто-то выступает, где-то вчера ранее подсунули. Так. Ни слова правды, и при том оба это знают. Совершенные безбожники. Кривляются, говорят, там всячески поносят. Почему? И главное, а вот такое там, Лапкин, то-то-то-то... На Библии вообще никакого нету. Да Бог-то будет судить не по Матроне. А вот там мощь... Да не по монахам они будут стоять на суде Божьем, как главные виновники. Ты по Библии покажи, что я не прав-то. Я о чем говорю-то? И открутятся, вертятся. Просто смотришь, как змеиный клубок какой-то свился. И больше не с чем. Больше часа меня только промывают. И на разных конференциях, и везде. Когда войну было, нужно где-то наступать. Но надо, чтобы противник не знал, чтобы прорвать оборону, и тогда уже там можно громить. А где-то посылают людей, гибнут люди, они ждут подмогу, уже переплыли Днепр. Оказывается, тут наступления не будет. Это отвлекающий маневр. Наступление готовится в другом месте. И нужно по-настоящему бороться. А генералы там сидят, германские думают, то ли по-настоящему они наступление делают, или отвлекают. Наконец говорят, нет, по-настоящему. Пушки перевозят. А это все-таки уже пропащее. Никто на помощь не придет. Эти люди обречены. А там начинают в это время по болоту настилают, и танки пошли по болоту, по бревнам. Так и здесь вот. Сколько людей на меня задействовано. Отвлекающий маневр. А на самом-то деле, что? В это время вот эти вот слепцы, они уже нигде не участвуют. Они только на мне. Таким раздражением там говорят. Я вам нужен. На вас где-то нападал хоть раз? Нет. А вы что? Люди-то сидят перед вами. Какие, посмотрите, бритые. В первую очередь. Женщины без платков. Ну, хоть даже и это внешне-то сделать. Нет. Правила эти такие. И каноны, они еще их не выполняются. Это фарисейство. Ну, безбожники. Правила канонов фарисейства. Если все идет по порядку чинно, это неправильно. С людей не надо спрашивать. Она грязная женщина в нечистоте. Только что причащалась. Захватили власть пираты. Нашел вчера Михаила Кальмаева. Михаил Кальмаев. Совершенно верно. Сергей. Православным можно быть, если только это дано от Бога. Для тех, кто отвергается православие... Отвергся. Отвергся православие. Будучи изначально православным, такое утверждение покажется неправдой. Они приведут множество примеров, где православные ведут себя абсолютно не по-христиански. И да, это так. Но тем не менее, быть православным и ощущать всеми фибрами души православия и оставаться православным, вопреки, казалось бы, очевидному падению духовному среди православной церкви, это от Бога. Тем, кто хает православие, им не открыта Богом внутренняя красота православия. Его глубина бесконечная и гармония. Все это сокрыто под тяжелым спудом выдумок человеческих, которые с веками плотно укрыли суть православия, как веры именно в Христовый. И поэтому увидеть православие, как оно есть, сегодня может дать только Бог. Это откровение свыше не дает. Казалось бы, здравым рассуждением ума. Отказаться от православия и уж тем более поносить его. Люди, отвергнувшие православие, приняли откровение от лукавого духа, как откровение от Бога. Якупов А. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Мне 33. Я из города Томска. У меня к вам вопрос. Я Бога верил и верю по сей день в Него. Я крещеный. Так сложилось, что я искал Бога все время. И даже одно время ходил в православную церковь. Но мне там не понравилось. За святую воду там надо было платить. Без свечек тоже никак. И каждый день поднос, свали поднос, чтобы подал на жертву. Потом получилось так, что я познакомился с Богом в протестантской секте. Но сейчас не хожу в секту. Хочу, посмотрев ролики ваши, вернуться в православную церковь. Скажите, пожалуйста, что для этого нужно сделать? А еще появилось огромное желание приехать к вам в Потеряевку, работать и служить на благо Богу и людям. Что такое послушание, я знаю. Каждый день смотрю ваши ролики. Что послушание узнают не в монастыре, было у нас. И очень хочу пообщаться с вами по скайпу и живьем. Ну, заходите. Я написал, когда, что, в какое время. Вот. Если вы в Томске, у нас время-то одно, ну, с восьми утра. С восьми утра и фактически до восьми вечера. По местному времени. Заходите дальше. Сначала напишите, кто вы такой. Живая правда. Ну, живая правда. Сам себя назвать. Ни имени, ни фамилии, ничего нет. Никита популярен вашими делами. Нам интересно, как вы его лепите. Лепите. Лепите, да. И как Бог все свое... Ну, как... Ну, видишь, я не знаю, не русский или что-то такое у него. Вы в него вкладываете. В него вкладываете. Рустам, курьезы моей жизни. Мама заходит в комнату ко мне и говорит. А что ты там все высчитываешь? Высчитываешь. 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 Я говорю, не высчитываю, а молюсь. Уйди, не мешай. Это матери он говорит. Да. Потом как-то она говорит мне. Ох, какой ты верующий. Людей жестко всех держишь. И стоишь на место. Ты жесткий, жестокий. Я совсем не жестокий. Не жесткий и не жестокий. Я просто дисциплинированный. Я говорю ей, смотри, как надо. Идешь и делаешь все, что нужно по целевому... Целевой цель. Целевому направлению. Ну, а что? А что бы то ни стало, и где бы то ни было. Я помолился Богу. Бог мне дал разум, мотивацию, дерзновение, как поступить. Открыл мне целые двери возможностей. И все складно, кубарем больше не будет. Не позволю. Не позволю. Слава Иисусу Слычайшему. Аминь. Игнатий Лапкин. Показать вам, как меня попы грызут. Но тем славнее победа будет над обреченными. В кавычках. Предвзятость не дает здравого мышления. А злого вообще отнимает разум. Кавычки закрыты. Святой Исидор Пелесиот. А ты Юлия Деда у меня пишет. Юлия Деда. Я понимаю вашу любовь христианскую. Это в моем сердце. А про священник. Православный. Православный. И так давно все это было. Я помню. У меня есть понимание почему. Но мне пора на отдых. Храни вас Господь. Желаю вам не обращать внимания на людскую злобу. И хранить мир в душе вопреки ожиданиям врага. Тем более у вас природная предрасположенность к добру с миром. Игнатий Лапкин. Каждую ночь в часу... Она говорит, что это время, то уже, по-вашему, то уже, ну сколько там, два часа ночи, еще не спите-то. Каждую ночь в часу и так до следующего вечера тут сижу. Много вопросов задают. Отвечаю. Молитва. Удобное время. Снимаю замки с выставленных в администрации роликов. Надписи делаю. Комментарии просматриваю. И все же попытайтесь к нам приехать с 10 июня и до осени. Вам это очень и очень будет полезно. О поездке к нам подумайте. Вы отдохнете и дети тут порадуются. Она отвечает. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Но по секрету скажу, что Степа и слушать этого не захочет. То есть муж. Мир вам, Марина и Аполлинария. Проверьте, что-то с вами с записи сильно подпорчено с голосом. Дребезжит все. Как будто где-то не до конца присоединено. Раньше так не было. Вот это вот, что сегодня только ночью я ответил. Вот тут разные. Посмотреть нужно наши ресурсы. Давно не глядели. Это вот мой мир. В него все перетаскивал я, что выставляется на YouTube. А потом сюда переносил. Перестала система пропускать. Два-три ролика загружаю. А сегодня вот утром я поставил только 18 роликов. 18. Ну, сейчас мы тут... Ну, что у нас тут есть? Вот, пожалуйста. Это мой наш форум. Очень много у него. Так. И что тут у нас получилось вчера? 299. Уже меньше 300. Ну, где-то так все время колеблется. Я взял здесь. Вот, надо смотреть. Вот смотри. Вот Александр другой. Бывает, роботы заходят. Толкнул. Он любой. Посмотрите, кто такой. Сейчас на него тыказал. Александр оттолкнул. Он показывает, кто такой. Значит, там нужно Дух Святой поставить. Иркутск и что? Железногорск. Ну, ладно тогда. А бывает, роботом ничего нет. Значит, государство какое-то. Какая-то Агапа. А какой район? Там топор. Вот такой вот. Швейцария. А штат какой? Москва. Ну, явно видно. Тогда сразу там написано удалить. Вот здесь вот такой длинный. Ну, что это такое? Непонятно. Прокодильство какое-то. Вот какое. Сейчас посмотрим. А который робот, они от 30 лет примерно мужчина. Дух Святой. Это там не напишет робот. Робот. Там его нету. Ну, вот такое дело. А вот здесь вот если уткнуть ее, написано удалить. Сейчас только щелкнем, и все удаляется. Очень удобно так. Ну, давай дальше посмотрим. Теперь что у нас еще есть? Это православный видеоканал. 10 650 роликов. Вот сегодня я поставил вот эти пять. Вот этот один позже подошел. События дня. Жития святых. Проповедь на такое слово достойное принятие. Это ставит он Григорий Дещенко о душе. Здесь моя книга. 28 том «Открытым оком». Кажется так. 18. Еще непонятно немного. Богослужение в пасхальную ночь. Только что выставляю. 45. Извещение Святой Библии, скайпе, потолкование святых отцов. Ну, сейчас посмотреть сколько. 40 и 31. Обновить. Посмотрим. 40 и 31. Вот видишь как вот. Ну, перестала запускать систему. Произошла ошибка. И ничего не сделал даже. Заходил сюда помощник и сделал. Теперь надо настроить. Может быть, найдет и выкинет. Ага, вот оно. Что там было? Ну, цифры другие совсем. Богослужение в пасхальную ночь без священника. 10 просмотров. В Библии изучение 34. Так, богослужение на пасхальную ночь. 60 что ли? 5 там, да? Да, 65. Ну вот. Открытым оком. Нет, всего сколько-то тут. Маленькое. А вот Настя как раз считает. На операции готовится. А это Никита читает. Испаи священника. Один человек. Один. За сколько? За три часа только один. А там интересно даже быть. Златоусты читают. Ни одного не зашло. За три часа. Ну, а то вот вы Евангелие привезли, разгрузили. Тут есть. Без рождения свыше не стать христианином. Вообще никто не зашел. А вот ласточка поет 60. Ну, еще сравнивать. Златоуст не одного, а ласточка 60. Ну, дальше. Вот где проповеди какие были. Добротолюбие, златоуст, Библия. Ну, тех-то, которые там лают, то у них ничего этого нету. Ну, во свете Библии. Вот. Надо маленько посмотреть, что здесь у нас есть. Сейчас я посмотрю. Где вопросы? Вопросы дети. Вот. Тринадцатая. Я сейчас считаю и сразу начнем. Считаю. Вопрос 722. Второй том открытым оком. Может ли быть верующим или хотя бы нравственным человек, который с детства развращен взрослыми? Виноват ли ребенок в данном случае? Ответ. Может. Препятствием служит только собственное нежелание прийти ко Христу. В каком возрасте ребенок был развращен? Какой он был, ничего неизвестно. Иногда бывает так, что 7-летний ребенок знает больше взрослого. Как недавно сказал мне арестовывший меня в 80-м году полковник КГБ Никулин Юрий Михайлович о своем внуке. Ну, вот. Ну, значит, он знает о чем говорит вопрос. Давай дальше пойдем. Снова. Вопрос 855. Второй том открытым оком. Наши дети были несколько лет назад в вашем лагере и привезли на себя характеристики. А другим их не выдавали? Не выдавали или не выдали? Их не выдали. Почему? И для чего нужны эти характеристики? Ответ. Наш лагерь стан православный. И поэтому все вопросы, как и его деятельность, нужно рассматривать с позиции православия. Мы признаем бессмертную душу, для воспитания которой требуется намного больше усилий и затрат, чем для тела. Всюду, во всех лагерях, как я знаю, занимаются только телом. Накормить, напоить, подлечить, развеселить. У нас же идет непрерывная духовная работа. Наблюдение за детьми, за их душою. Духовными изменениями. Их ростом. Каждый день, трижды перед приемом пищи, воспитатели дают отчет о поведении детей и их работе. И сразу же следует или награда, или наказание. Если в детях хоть что-то есть духовное, то они готовятся приехать и на следующий год, и просят себе характеристику. Те, которые вели себя дурно и не думают приезжать, а рвутся домой. И от характеристик отказываются и не просят. Когда характеристики уже отпечатаны на бланке с печатью и подписью, то они зачитываются вслух перед всем лагерем и выдаются отъезжающим в этот день. Иногда отъезжающих сразу бывает до десяти человек. Во время чтения характеристики не читается ни фамилия, ни имя. Но дети мгновенно после двух-трех слов говорят, о ком она написана. Это говорит о том, что характеристики не стандартные, не шаблонные, но отражают самую суть «лицо клиентов». В этих характеристиках анализируется прошлая жизнь ребенка, настоящее и прогнозируется будущее, на что родителям нужно обратить особое внимание. Характеристики просят у меня не только дети, но и воспитатели, и даже посторонние. Прознав, с какой тщательностью мы пишем их. Случается иногда, что один из родителей бывает несогласен с одним или двумя словами во всей характеристики. Но другой из родителей с сокрушения покачав головой скажет «Нет, все правильно». Когда я прихожу на занятия в университет, то моя сумка переполнена различными бумагами, которые я вам и зачитываю. Когда вы задаете вопросы очень сложные, я отвечаю и на них сразу же экспромтом. Но придя домой, я снова читаю ваши вопросы и сажусь за книги. И теперь с выписками, с указанием мест в книгах отвечаю более подробно. Видишь, как у меня пишутся книги-то. Зачитаю несколько характеристик, без указания фамилий. А вы возьмите для себя то, что сочтете полезным. Иногда пройдет уже ползимы, а нам все пишут и просят родители и бабушки. Почему же нашему чаду не выдали характеристику? Напишите ее, пожалуйста, чтобы нам знать, на что обратить особое внимание в воспитании. Христос воскрес! Татьяна Капустина, старшая сестра, проверяет. Дальше. Коля, 7 лет, город Новосибирск. Не в миру жирный, как маленький боровок. Это в 7 лет, кандидат на инфаркт. Очень хитрый, ленивый и лживый. Лжет привычно и искусно. Сперва сделает пакость, а потом бежит к воспитателю. Так кто-то вот что-то... Там вот кто-то что-то сделал? Да. Расследование с трудом, при множестве свидетелей заставит сознаться его. Случай с песочницей. Страшно и долго запирает свои лжи до последнего. Но когда его приплешь к стенке, он покраснеет, глаза нальются слезами, сам как пузырь вздуется и пролепечет. Да я это сделал, да я это сделал. Может тебе смотреть прямо в глаза чистым, ангельским взглядом и лгать. 7 лет ребенку. Очень трусливый. Заложит любого. Легко и без принуждения. Бедные родители сколько лет знали про наш лагерь и не присылали свое сокровище в кавычках. Здесь давно бы из него все это достояние повытрясли. Любит много и вкусно поесть. И поспать в любой позиции. В любом непригодном для спанья месте. Слушай, а что, много спанья для жирности, любит и ленивый. Вот я уже знаю какие качества. Видно, что дома ни в еде, ни во сне его никогда не ограничивали. Растет большая злобная свинья. В полном смысле этого слова. И виноваты в этом родители. Очень пакостный и жестокий. Чужие страдания вызывают у него смех. На них он смотрит с удовольствием и любит их причинять другим. Прыгнуть на спину другого, когда двое борются всей тушей, как бы переламывая позвонок. Может запулить камнем девочку, дать тумака слабейшему себя. С первого дня и часа появления в лагере Стани начал материться на три буквы и по-иному. Слушай, с первого часа. Ну, чего часа-то? С первого дня и часа. Дальше. И этот фрукт, в кавычках, из верующей семьи, веры в Бога, вероятно, нет вообще. За время пребывания в лагере Стани, сдвига в положительную сторону, не произошло. А мог бы измениться при множестве горячих, в кавычках, полученных им. Воспитание родителей запустили страшно. От Коли наставление, как об стенку горох. Родители, бейте тревогу. Это растут в нем плевелы ваше воспитание и понимание духовной жизни во Христе. Еще в этой жизни вы будете наказаны через Него. А в будущей жизни, какой дадите ответ за такое воспитание? Все это Коля делает в стадии христианина, ибо крещен. Он должен быть детем Божиим, а он уже в семь лет ревностное чадо дьявола. Пороки сидят в нем, прочно. Коля очень активный на всякое зло, на нарушение устава лагеря Стана. Стремительно идет на контакт с чужими, раздвинув рот, слушает и учится пакостям. Ум его изобретателен на зло. Коли не отказано приехать и на следующее лето к нам. Начальник лагеря Стана Лапкин Игнать Тихонович, старший воспитатель Приходько Наталья Николаевна. 25.07.2001 года. Ну что получается, 10 лет назад. Катя 9 лет. Худенькая, подвижная, маленькая мама Лариса. Неброская, послушная, добрая. Это его сестра. Аккуратная, вещи всегда чистые и аккуратно сложенные. Не то, чтобы у ее брата Коли. Там все грязно, грязно и разбросано. С грязными ногами затащит на чистые простыни спать. Ходит без носков. Катя противоположность брату своему. Она хорошая помощница по кухне и на огороде. В работе старательная. Но с линцой. Сама в чем-то на помощь не напросится. Искусно умеет врать. Запирается во лжи до последнего. Трусливая, боится наказания. Очень любит купаться. Но плавать так и не научилась. Держатся такие за перила лягушатника. Как слепой за стенку. Потому и висят в воде на перилах все лето. Боится воды. Хорошая нянька. Любит маленьких детей. В коллектив входит легко и из него не выделяется. Серая мышка. Так как никакими талантами не блещет. Как все. Вот ее лозунг. Кате нужно больше читать. Развиваться духовно и физически. И чтобы помогла брату Коле избавиться от страшного ожирения. Которым он денно и ночно уже мучается. Чтобы он не лопнул в молодые годы. Как пузырь на ярмарке. Кате не отказана приехать к нам. И на следующее лето. 25.07.2001 года. Третье. Легкому характеру. Рабочащая. Ей можно поручить любую работу. И она выполнит ее хорошо и старательно. И ты заранее уже знаешь это. Честная. Совестливая. Не живет по типу сквозняка. Моя хата с края. Неравнодушна к злу. Смелая. Открытая. Но много и часто по пустякам смеется. И это плохо. Но может быть рассудительной. Добрая. Может быть хорошим преданным другом. Жаль. если попадет в такой дом, где муж ревнивый зануда, а родители будут травить ее опекунством по пустякам. Этим заморят ее и не дадут развиться. Аккуратная. Имеет здоровое чувство юмора. Страшно подумать, если такой цветок попадет в желчную семью, где есть осуждение. Ее добрые таланты – это плод родительского воспитания. И похвала им за это. Берегите Валю, мы полюбили ее. Она в нашем лагере станет уже не первый год. Валю всегда оставляем старшей, когда куда-то нужно отлучиться. Она и стройно приведет детей. На нее больше надежды, чем на великовозрастных волковых, третяковых. 25-07-2001 года. Четвертое. Характеристику Вячеславу – 25 лет. Сам попросил меня написать ее. Знакомство с ним произошло у Дубунова Игоря в Покровском соборе 28-2-1998 года, когда Игорь пригласил Славу на занятия. Бабушки стали отговаривать, не брать визитку. Но Слава не послушался у вещеваний молитвенницы русских и пришел потом на прогулку в лесу. В апреле ему разрешили поехать с нами в Потеряевку, поработать в детском лагерестане. До этого Слава сделал важный шаг – ушел, самостоятельно решив излетное училище, где он учился на четвертом курсе. Там я проводил встречи с курсантами на основании Слова Божия, отвечая на их вопросы. И вот уже тогда, когда Слава только-только присматривался к христианской жизни, из него полезло такое, что мне пришлось едва ли не расстаться с ним, написав такую характеристику наказ. Славе. Как мне видится, твое ближайшее будущее на основании только недельного пребывания в Потеряевке. Первое. Страшная самость. Запущенная болезнь малоразвитых детей. Попытки всюду соригинальничать и поюродствовать. Может, это природная врожденная дурость. Дурость. Заумничание. Ложное понимание духовности. Лжесмирение и лжепослушание таких доводят до озлобленного безбожия, сектанства, сумасшествия. Второе. Малоразвитость. Двоечника. Нет открытости. Это легко переходит в хамство. Берегись. Видишь, как подробно все. Рецепт. Живи проще, молись работой, занимайся спортом, живи внимательно, присматривайся к опыту старших. Прогноз. Сбежишь в ближайшее время. Возможен бунт. Если думаешь давиться самостью, то чем раньше это случится, тем лучше будет всем. В общине при иерархии послушания тайные лицемеры не удержатся. Радуйся тому, что есть. Видишь. Соприкасаешься. Радуйся. Не куксись. Пищеварение будет работать лучше. Радуйся сегодняшнему. Пока осмысли усвоить то, что перед глазами. Учись истинному послушанию. Будь интересным духовно и телесно богатым. Интересуйся полезным, не вредным. 29.04.1998 года. Среда. Игнатий Лапкин. Прошло почти 4 года. Срок, в который узнали тебя побольше, чем тогда. Но все сказано тогда, как бы это было вчера. Человек крайне неуравновешенный, непостоянный, опасный, подозрительный. Любит смаковать чужую жизнь. Кто с кем и где спит. Ест, ходит, живет. По развитию глупый. Когда я спросил его начальника, Акопяна Сергея Дживаншировича, полковника, приезжавшего к нам на 180-летие Потеряевки, «А чего же ваш курсант такой глупый, как теленок?» Он ответил, «Да я и сам такой. Военные они все такие». Показали на лицо лебедя генерала. У него все лицо тюремного начальника. Определение Лебедева АИ из Алтайской краевой администрации. Слава слишком доверяет своему мнению, которое у него возникает спотанно и без проверки. Может тут же его ляпнуть, не видя, что оно у него, как всегда, дутое и ложное. Страшный хам. Что-то хулиганское. Не битое до зубодробительство. Твердость его характера. Есть просто глупое самодурство щедренских героев. Страшно то, что это качество он вмонтировал и в духовную сферу, и в быту. Не любит советы, что ведет к многочисленным стычкам, как с верующими, так и с внешними. Умело стесняет разговаривающих с ним, даже Дубунова Игоря, перебивая в разговоре. Тужась доказать нелепость мертворожденной мысли. Синдром Третьякова. Вызывающий наглое ерничание. Нечестиво улавливается грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилована будет, а встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих человек насыщается добром, и воззаяния человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный вскрывает оскорбление. Притча 12 глав, 13 по 16 стих. Грубиян. Хотя дома с женой и ласков бывает, и внимателен, завистливый. С этим определением он не согласен будет, но смотрит. Почему же не его на какую-то должность избрали? Упрямейший эгоист. Доверить ничего нельзя. Даже детей довести с троем до храма не желает. А что, я разве им начальник? Демонстративно отвернет голову на сторону, чтобы показать, что ему нет дела ни до чего. Сведет зрачки до точки. Понятие о женщине, как о курице. Только потоптать. Ожидая от нее яйца. Но ждать, что она родит добрую мысль, вряд ли допускает. Чувство юмора неведомо. И таким людям жить будет только в старообрядцах. Остается въедливость и едкость. И так и ушел к старообрядцу. Это была характеристика. В то время даже он не знал никого, ничего нет. И нет, увидал, что патриарх Алексей II сидят за одним столом с лавром. Все, все, пропала церковь. Ну, дурь такая. Постоянно рвется и будет давиться должностью адвоката, в кавычках, везде и за всех заступаться. Роль Надежды Васильевны и Веры Федоровны в Потеряевке. А значит быть для меня, Игнатий Лапкин, прокурором. Эти две должности всегда нераздельны. Ибо когда приходит время судить меня, то обязательно нужно доказать, что ты не злой, и нужен объект, за кого заступиться бы, обязательно оказываясь на левой стороне, как перечисленные выше адвокаты многолетней дурости. Нахальная дикость, природная, и семьи своей вынесет сюда. Наговорит любых гадостей и давит, чтобы его выслушали. При общем собрании может соскакивать многократно, нарушая дисциплину, не управляем, не бит. Пока с ним справляется только Игорь Дубунов, осаживает его. Невоздержность на язык приведет его к катастрофе, как знамение его языка. Режущие инструменты в его руках. Если топор, то рассечет ногу, и не раз. Если нож на работе при разделке мяса, то хватанет себя ножом. Симбиоз колхозного теленка и бульдога. В вере во Христа тверд. Осознанно принял крещение в полное погружение. Упорный в достижении цели. Любит братьев. Священное Писание понимает, потому что тверд в неподчинении жене. Определение Игоря Дубунова. Трудолюбивый. Любит учиться делать топорище. Хорошо поесть и поспать. Готов помочь сразу, если попросишь. Натаскает уголь, дрова. Помогал и без просьбы. И даже сердился, что его не пригласили что-то сделать. Краснобайствовать любит. Наобещает. И с охотой что-то сделает. И вдруг, ни слова не говоря, не придет. Сам решая. Все, хватит, мне некогда. Необязательность уличная. Подпадает под чужое влияние. Хорошо, если это брат во Христе. Много читал, но применить к себе не так просто. Особенно о молчании, о смирении. Как не лезть в чужие дела, в чужую жизнь. Нет жизненного опыта. Гибкости мышления. Когда и что можно говорить. Настоящий солдафон. Каких бьют и дома, и как быков, и в Чечне. Страшнее всего грех самооправдания. В этом может быть равен только Третьяков Игорь. С которым они могут схватиться, спорить. И при безбожниках. Так что, тем бы их и разнимать. Не страшнее греха, как оправдание греха. С легкостью может пойти работать в двунадесятые праздники и воскресенье. Положительно то, что не злопамятен. Отходчив и просит прощения. Благословения. Когда куда едет, чтобы за него помолились. И этим очень похож на Сашу Дмуху. Чем и кончить может. Последнее время серьезно стал задуматься о своем духовном состоянии. Или это только напоказывает. Стал спрашивать совета. Староста креста Возвиженской общины, город Барнаула, РПЦЗ, Игнатий Лапкин. 6-го, 2-го, 2002-го года. Пятая характеристика Виктора. Витю знаю со дня рождения. Каждое лето он проводил в лагере. Активный ребенок. На лошадях всегда был за рулевого. Любил животных, котят. Склонность к начальствованию у него с детства. Рост быстро, учился плохо. Грамматика совсем никудышная. Как у Алексея Загуляева. На двойку. И вдруг поступил в университет. И стал учиться, и при том старательно. Теперь ведь и 22 года. Старательность, унаследованная от глубоко верующих родителей, помогла ему всегда. Помогала. Но знает ли, что ленивым может быть и душа? Имею опыт, что самые негодные дети из верующих семей. Как это не прискорбно. Личной встречи с Господом, похоже, и не было. Ревности свидетельствовать о Боге нет вовсе. Замкнут. Близких друзей нет. Авторитет не смог установить даже перед меньшими своими братишками. Критически насмешливое отношение отца Баптиста к внешней форме православного верующего человека. Видимо, сыграло свою опасную роль. Стал циничным. Начал подбревать бороденку. Пока мне непонятно, почему Витя избрал православие. Тогда нужно больше упражняться в подвиге, в смирении самого себя. Жить не по самовластию сектантскому. Не быть грубым и дерзким. Доводя себя до ужасного хамства со старшими. Весьма рад, что сам Витя попросил себе характеристику. Захотел ли я себе узнать, кто ты есть? На тебя, Витя, написали характеристики шесть человек. Я сам-то не берусь знать все о человеке. И потом близких к тебе людей попросил помочь. И по некоторым пунктам все написали одинаково. Чрезвычайно завышенная самооценка. Дерзок по отношению к младшим братьям и к родителям групп. Настоящего уважения к родителям и страха перед ними не имел никогда. Мог убегать в туалет от отца, желающего наказать его. Не без лени, но если его увлечь каким-либо интересным делом, забывает про все. Не хочет делать или заниматься тем, что ему не нравится. Но если долг велит, то все же это сделает. Стеснительный. В общении с людьми прост. Но если распалиться, может быть бесцеремонным. Жаловаться на что-либо или кого-то не любит. Больше склонен к добру, нежели к плохому. Видите, характерна дерзость в обращении с другими людьми, даже со старшим его по возрасту. Не глуп, достаточно разумен, правда еще и упорен. Если он что-то решил, то переубедить его бывает достаточно сложно. Практически не верит словам, неподтвержденным делами и поступками. Для него более убедительна сила примера. Из-за того, что в семье отец Баптист, а мать православная, при этом часто воюющий друг с другом в вопросах веры, и причем много говорящей об истинности именно их веры, очень критично смотрят на верующих. Этот критический взгляд на других мешает взглянуть критически на себя. О смирении и самоотвержении при этом говорить уже не приходится. Дается это ему очень тяжело. Ведь и нужно одно – забыть про проступки и грехи других людей, существующих вокруг, и углубиться в свою душу, предстать самому перед взором Христа и посмотреть на себя, его глазами. Занудливость никогда не даст друзей. Так и будешь ржаветь на задворках скудеющей памяти и пропащего здоровья. Умягчи себя и не умничай нисколько. Закупорен в себе. Опыта общения никакого нет и не тоскует о том. Спеши, ибо откуда тебе знать, что будешь старым? Недоверчивать к близким и дальше будет толкать в объятия таких, как Саша Дмуха, исключительно зловредно влияющих на тебя. По прошлым годам сужу. Отвернись от него намертво. Зараза. Братьев саделай друзьями. Умягчи свое сердце. В этом твои чашки телесной болезни в помощь. Когда были дома твои сестренки, то сколько бы друзей, как гимны хвалы, звучали в честь Христа. И что теперь? У вас в семье очень развито языческое шатание. Ничего не делание. Из угла в угол слоняйтесь, начиная с главы дома. Ведь ты так много слышал об Иисусе с детства. Встряхнись. Поревнуй отцу в деле проповеди о Спасителе. Витя самостоятелен, трудолюбив. Иногда без ума прихвастнуть решает. Поскачет на лошади, да и свалится об землю на глазах девчонок. Или схватит один за конец бревно и начнет поднимать. И будет потом гнуться от боли в позвоночнике. Часто схватывался бороться с братьями. Так что стали думать, не впал ли в детство, как я. Не мстителен, хотя и крайне не сдержан, отчего потом горько страдает. Духовное состояние желает быть много лучшим. Зря не мути воду, что бывает таким натуром свойственным. При собраниях общины всегда стоит в коридорчике. Так как стоит по сегодняшний день. А такое было второй год. Никак не реагируя на указания от смотрителей-наблюдателей войти. И это очень плохо. Ибо даже на людях, даже в церкви свою глупую самостоятельно выпирает на первое место. Благотворное влияние на Витю оказывает его мать Алевтина Пантелеевна и сестры его родные. Приобретя чувство избранности у баптистов, на деле ничего не сделал еще для подтверждения всего. Сегодняшнее состояние – гнилое болото. Старо-Крестово-Ржинская община, город Барнолу, РПЦЗ, Игнатий Лапкин. 24.02.02. Шестое. Характеристика Дмитрия. На занятиях в университете Митя сам подошел и попросил написать ему его характеристику. Для чего? Думаю, что хочет узнать, с чем подошел к сегодняшнему концу. Как всегда, я сам не берусь писать подобное, но прошу несколько человек, от трех до семи, которые близко знают человека. На кого нужно написать характеристику, написали бы. А уж я потом из общего составляю свое, выбирая из них, что мне видится правильным. То, что хочет о себе знать, не своими глазами – это хорошо. С виду настоящий русский богатырь. В действительности же очень слаб и болен нешуточно и по-разному. Так что сам себя считает не жильцом. И понимает это, и делает из этого правильные выводы. Надо готовиться к переходу серьезнее. Бесхарактерный тюхтя, как мешок с овцом. Добрый, отзывчивый, на чужое горе и идущий. Но на диване, ибо даже найдя ответ, не расторопится сделать решительный шаг. Обязательно сам предложит отвезти помочь. Для женатого и в его возрасте сегодня это качество выделяет его заметно. 20-летний Дэнди. 28-летний. Очень обидчивый, но не злопамятный. И постоянно давится своим мнением, которое его ни к чему не приводит. Близких, духовных, товарищей не имеет. Но много читая, видит, что вокруг и в церкви все настолько не так, что достойно слез и смеха. Но из этой среды не вылазит охотно. Но будет гнить до упора. Чувство юмора чуть повыше на один градус, чем у старообрядца. В близких людях, знающих путь Божий, легко выискивает кажущиеся ему неверные действия. И на них зацикливается. С яхицей ухмывляется. Такие, дескать, это верующие. Чем пытаются оправдать свое отсутствие. Это качество под старость делает обладатель такого товара, в кавычках, желчными брюзгами. Греха не боится. И не прочь бы дальше жить, как все. Когда говорит о ком-то, что считает у тех неправильным, пытается скривиться на них. А сам живет так, как осуждаемые им. Это качество лишает настоящего покаяния. А фантазирование о том, что вроде бы мог создать новую общину, только бы не быть под контролем, не подчиняться уставу старшему, делать совершенно ватными его мозги. Умный, рассудительный, но на духовную жизнь это почти не влияет. Решительный шаг по-прежнему далек. Огромное самомнение. Доверяет своему намерению, выводу. Забывает делать поправку на то, что какова была прежняя жизнь. Если она была в связи с женщинами, то мозги уже насквозь продырявлены грехом, и оттуда сыпется труха. Никто и мне не указ. Никому я не хочу быть подотчетным. Когда встал, с кем дружу, когда схожу по желанию в церковь, потолкуюсь. Самость смертельная. Замечаний не любит. Предупреждение о последствиях из-за его поступков воспринимается обидой, пытаясь настоять на своем. Нет настоящего советника, понимающего суть и любящего Писание Божие. Предполагается, как отсказано ему и на него. Что-то наваливается. А этот предрассудок накаркали беду на меня. Да решение чего-то долго зреет, но работа незримо идет. Особенно последние полгода. Додумывается даже принять правильно крещение, ибо понял, что мочением окушки головы батюшкой есть обман. Кто любит много и бесконтрольно спать и поесть, и не разбежится на физическую ломовую работу. Они все рыхлые и болезненные, и любят, чтобы их пожалели. Забота о том, что тебе и о тебе скажут, не должна тебя волновать. Кабы и про тебя говорится, а ты этим давишься. Мнение не знающих Слово Божие и плывущих по течению не должно вообще. Интересовать никого. А ты за это много уже и заплатил. Целеустремленный, пробивной. Есть связи с людьми и умеет ими пользоваться. Направь это вовнутрь себя, и сможешь быть и плодоносным, а это путь к небесному царствию. Общительный, наблюдательный, но нет решительности и лидером не бывать. Но советом незрелым может кого-то и охладить от решительных действий, подсмеявшись над ним заумно. Себе на уме. Трудно поддается переубеждению, но всегда ему мерещится, что посягает на его диванную свободу, а значит так и будет сидеть в яме дутого эгоизма. С людьми может быть до грубости неделикатен, и особенно это страшно в отношении с родной матерью, верующей христианкой. В суждениях прямо и линейен, как думает, так и говорит. Горячо отставит свои убеждения, не подтверждая ничего писания. Потом все это отвалится от него, как короста. И он новое убеждение потихоньку в себе возрастит и начнет его защищать. Умеет признаваться в своих заблуждениях, и это радует. Не ищет корысти при благотворениях и делает это с удовольствием. Тут уже сквозит доброта, заложенная мамой Татьяной, признавая свои заблуждения, но не имея твердости в приведении в исполнении своих благих намерений, остается пешим. Пока не могу ничего поделать, вот такой я есть. Но читается подтекст. Да и не думай быть другим. Умеет просчитывать разные различные варианты, но останавливается, долго топчется нерешительности. И это не вырвет его из состояния рутинного, а домашнего хлюпика. Колеблется и ненадежен в длительном пути, застонет, найдет болячку в коленке или в желудке и сойдет с дистанции на утро второго дня. Можно уверенно сказать, что Митя верующий, но патриархийный дух заволок его туманом безразличия. Прочитал книжку добрую, духовную, поставил ее на полочку и снова так же живи, как и до книжки на диване. Книжка сама по себе, а я независим ни от людей, ни от читанного. Признает авторитет Евангелия и соборов, но все это нежизненно в нем, на одной заклепке. Понятие церкви нечеткое, потому что нормальной, серьезной церковной жизнью никогда не жил. Эпизодически встречаясь с настоящими верующими, начинает вспыхивать, тосковать о лучшем и тут же опускается на дно патриархиного болота, лжи и проходного двора. Принял твердое желание принять только троекратное погружательное крещение. Но что за этим следует? Об этом кто за тебя будет думать? Дальше-то и начинается самое главное – жизнь во Христе. А этого-то ты и не умеешь, и один без общения с верующими не получишь. Так и сотлеешь в самости и не церковной жизни. Что такое община, о том начинает доходить, но только бы быть вольным казаком, не подчиняться ни в чем и никому. Этим пытается сам для себя компенсировать свою подчиненность в вопросах в общении с женщинами. Рад бы был правильно покрестить жить по своей воле, эпизодически отмечаясь в церковно-проходном дворе, что все же я не отступник, как родная моя сестра Катенька. Борода есть, но неплохо бы ее на две трети подровнять и нести за это эпитемии. Крестить можно бы его, но по длительному времени пока не докажет, что от своего я отгребаться начал, что стал подлинно ревностным христианином и начал благоверствовать без ухмылки о спасениях во Христе, и что сделал для него Христос воскресший. Общение с верующими из нашей общины благотворно влияет на него и видно, что это ему на пользу. Дьявол крепко сковал твои мозги, Дмитрий. Размолоки эту твердыню стоянием во Христе по его отвесу. Когда это было? 24 января 2002 года, 5 часов утра. Я думаю, на этом оставить, а это потом добавим здесь еще тут у нас, видишь, сколько Настя, надо не забыть где. Потом Саша, потом стихотворение. Давайте дочитаем уже. Досчитать хочешь? Конечно. Ну давай. Настя, 24 года. Внешние данные, цены ей нет, и такое она может явиться не раз. С Настей нужно подольше пожить, ее характер прорисовывается, как на скале, скрытная, пристрастная к заумным рассуждениям о том, что вне области осязания. Легко входит в мертвое упорство, черта старообрядцев. И ушла к старообрядцу. Легко уйдет из общины... А тот ее, главное, сосватал. Как только она приняла у старообрядцев, он сразу ее бросил и ушел. До свадьбы еще. Легко уйдет из общины навсегда, так и не оценив ее уникальности. Никакие доводы ее не убеждают. То есть за неверующего вышло, и там непорядок такой. Стоит на своей неблагодарности, ссылаясь на чье-то духовничество. Жизнь в ненормальной семейной обстановке приучила ее без жалоб переносить бедность. Дикие сцены матери. Постоянная нужда и помощь со стороны выработали в ней привычку относиться к помощи как к должному. Взяла, и тут же ждет, кто и что даст еще. Легко сядет за любой стол и от радости незнакомо расскажет все о прежних благодетелях, кивая на любое их поношение. И это срам. Очень обидчиво, нет юмора. Из чуть осложнющейся ситуации выходит с трудом. И тогда лишь, если откроешь ей глаза на огромный ущерб, который она своим языком нанесла и своим, и своему столу. Если попадет в добрую семью, неупертому старооблядцу, с ней жить можно, если ее мать не будет сидеть за их столом. С виду кроткая и смиренная, но властная и упрямая. Какой ветер в дальнейшем будет надувать ее паруса. И кто будет стоять у штурвала семьи? Если умные, добрые, нежные, не железнобетонные, то есть надежда, что ее малое трудолюбие увеличится, а большая сонливость уменьшится, сгладится. А если свекровь будет злобная и властная, хотя бы и добродетельнейшая, Настя потерян для всех, ибо она легко бросается в крайности, которую сама же и оправдывает. Скрытность. Это не есть не осуждение. Нагловатость и дерзость сделают ее очень агрессивной, укутанной самомнением. На замечания почти не реагирует. Изменений в лучшую сторону пока нет. Нужда заставляет есть алычу. Сейчас ее установка. Выжидание. Мое дело женское. Я все понимаю, да помалкиваю. Влияние ни на кого оказать не может, даже на восьмилетнего брата Максима. Насте нужно возвыситься над нуждой и за чечевичную похлебку земных благ не расстаться с своим духовным преимуществом. Нужно сразу рассмотреть, чего от тебя хотят и что сделают с тобой за голодную утробу, насыщенную щедро недругами. Береги себя, научись давать, а не только брать. 25.01.2001 года. Саша, около 35 лет. Глубоко верующий старообрядец. Вот он ее как раз и сосватал. И батюшка благословил, ну раз так, то будьте вместе. И где-то он что-то там ее приедет, там начал изгаляться, и она тогда бросила, и ушла из-за неверующего, вышла. Белокринейская иерархия. Верить не по слову Божьим, а как принято у истовых старообрядцев. По наследию от родителей доказательно, без деревянной иконы и молиться не будет. Всегда пугает циничной усмешкой, с хихидностью, что свойственно ядовитым натурам старого покроя, желающим все время над кем-то посмеяться. Но так как природного юмора нет, получается долдонство и неподъемная старообрядческая шутка-глупость. По натуре Саша добрый. Унаследовал от родителей и развил себе непрерывным упражнением дар милосердия. Рад помочь всем. На своей машине отвезти, развезти хоть до Дальнего Востока, всех бабушек и случайных попутчиков. В добродетель нет никакой рассудительности. Без рассуждения отдает, кому попало вещи. Деньги часто оказываются обманутым. Всех приезжающих в церковь гостей готов забрать и обязательно заберет и привезет домой. Не думай ни о родителях, ни о материальном ущербе. Черта неподпоясанной доброты без рассуждения. Любит делать подарки. Дома с родителями у него многолетняя 30-летняя война. Так качество неуступчивости, мертвой убежденности своей правоте в делах веры переносится на дела житейские. Большое образование, мирское, зажатое в старообрядческий пенал-колодец, сделало разговор доводы, как на деревянных башмаках, с изуродованными ногами у китаянки. Рассуждения о вере шаблонно-плоские, упертые до предела. Если в кои веки женится то, если жена будет не такая уже упертая староверка, но знающая Слово Божие, уступчивая, не из богатых, ласкающая его, удивляющаяся его мудрости и доброте, то через год она не умрет. Первый совет Саши. Сотрить синичную ухмылку с лица. Все наперед всегда знающего. Кто бы и о чем не заговорил. Такие люди там бестактны и неинтересны. Выводы об обещании за гранью родительской бабушкины веры отсутствуют. Совершенно закрыты для духовного роста от Слова Божия. И это страшно. Нужно поставить Библию на первое место везде и всегда. Провести переоценку своего духовного багажа во свете Библии при жизни. Тогда щедрость, милосердие, доброта явно будут во свете воскресшего Иисуса Христа во веки веком. Веком у них не веком, а веком. 22.04.2001 года. Вот так. Это что получается? 17 лет назад, фактически. Дальше. 22.04. Она вот сейчас как раз и будет ровно. Характеристика свободными рабам. Смирение несвойственно рабам. Они пока послушны и покорны. Им каждый день за шеи и по зубам. И держат на работе самый черный. Их три погибели скрутило по нужде. Им некуда притнуться и податься. Их обещания вилами по воде. В душе же ад пылающей страсти. Пока над ними твердая рука, надсмотрщики, наручники, их жалко. Они покорны, но это лишь пока. Работа каторжная, корм и палка. От первой искры, слуха, мятежа. Они взрываются, выбрасывая грязь. Крадутся до хозяйского ножа. Всех раскулачивает, душат, сеют казнь. Свобода, мир, божественный закон. Недостигаем мы плебейскому отродью. Им жизнь и игра. Все ставится на кон. Карактеристика для русского народа. У кроткого, смиренного в запасе. Весь арсенал спокойствия в душе. За все благодарю. Какое счастье. Я со Христом. Я им спасен уже. Мой Бог располагает все ко благу. Мне светит утром яркая звезда. Без Иисуса не ступлю ни шагу. Страх Божий для меня его узда. Раскрепощенный духом испытания воспринимаю от его любви. Потери гнет искудное питание. До уст сражения. До большей крови. До большой крови. До большой крови. У верующих тайная молитва. Любое дело нет только для Христа. Свобода в рабстве. Тишина средь битвы. Обида, зависть не войдут в уста. Тридцать первого, ноль пятого, ноль второго Игнатий Лапкин. Ну вот все. Сколько характеристик. Я представляю, что все писать надо было. А если еще семь человек. Добывает и почек непонятный. Это на все хватало времени. Ну вот все пока. Володя Пащенко считал. Ну и наша слушательница. Надежда Васильевна. Вот она.